Итак, будем ли выделять лицесеку на льготных условиях? Об этом прямо сейчас. Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «Другой формат». С вами депутаты областного собрания Екатерина Поздеева и Александр Дятлов. На прошлой неделе мы вас спрашивали, уважаемые телезрители, как вы считаете, стоит ли выделять лесной фонд на льготных условиях лесоперерабатывающим предприятиям, вкладывающим деньги в свою модернизацию. Вот какие результаты мы получили. Да, это гарантированный источник дохода для бюджета и рабочие места – 65%. Нет, не думаю, ведь крупные инвесторы в состоянии полностью оплатить аренду и налоги, а помогать нужно малому бизнесу – 32%. И 3% они определились. А сегодня поговорим на другую тему – о событии, которая ждет нас в воскресенье 18 сентября о выборах в Государственную Думу. Мировая история выборов насчитывает уже более 2000 лет. История выборов в каждом государстве отлично иллюстрирует этапы развития общества. Истоки современных выборов лежат в Древней Греции и Древнем Риме. В Древней Греции применялось открытое голосование и тайная баллотировка с помощью жребия. Бюллетенем был тогда Боб. Белый – за, черный – против. История выборов в России начинается с IX века. Город Великий Новгород назывался центром земли русской. И жители города решали путем голосования, кого призывать князем. В Древней Руси царила прямая демократия. Особенно ярко это появилось в Новгороде. Вспомним Вгородское вече и в городе Пскове. На вече рассматривались наиболее важные вопросы государственной жизни. Избирались, назначались и смещались должностные лица. Принимались законопроекты. Мысль о необходимости парламента в России возникла в 30-е годы 16-го столетия. Во время правления Ивана Грозного. В XVIII веке после смерти Петра I. И в XIX веке при Александре I и Александре II. Но всякий раз самодержавие воздерживалось от решающего шага по пути демократизации. Первый российский парламент был учрежден последним российским императором Николаем II. Под давлением демократической революции. К участию в выборах допускались мужчины, достигшие 25-летнего возраста. Вместе с тем, значительная часть населения – женщины, студенты, военнослужащие, губернаторы, градоначальники, служащие полиции – не имели избирательных прав. И до февраля 1917 года было созвано аж 4 думы. А затем пришел конец не только российской монархии, но и фактически завершилась краткая история развития парламентской традиции начала XX века. После октября 1917 года законодательно-исполнительная власть были представлены в Советах народных депутатов. Возрождение российского парламентаризма произошло после распада Советского Союза и провозглашения независимости нашей страны. В декабре 1993 года россияне вновь избирали Государственную Думу. Как проходят выборы в России, все знают. А как проходят выборы в других странах? Явка избирателей на выборах непрерывно снижается в большинстве стран Евросоюза. Правда, в случае с выборами депутатов национальных парламентов, аналогов нашей Госдумы, падение избирательной активности не столь существенно, а кое-где, например, в Германии, Италии или Бельгии к избирательным урнам стабильно приходят 75-80% граждан. Зато выборы в Европарламент каждый раз интересуют все меньшее количество избирателей. У наших ближайших соседей, белорусов, неделю назад также состоялись выборы. В голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли участие 74% избирателей. А что же у нас? На выборах депутатов Государственной Думы в этом году призывают прийти все существующие в стране политические силы. Ведь чем больше людей приняли участие в выборах, тем более легитимными, то есть чистыми и законными являются выборы. Каждый житель должен исполнить свой гражданский долг и прийти 18 сентября на свои избирательные участки и выразить свою позицию. По этому поводу высказались многие политики. Например, губернатор Игорь Орлов на своей странице в социальной сети ВКонтакте призывал всех прийти на выборы. Цитирую, важен голос каждого, у нас есть выбор и мы обязаны им воспользоваться. А президент России Владимир Путин обратился к жителям с посланием, в котором в частности сказал. Уверен, каких бы политических взглядов мы не придерживались, участие в голосовании – это гражданский долг каждого из нас. Проявление наших искренних чувств к своей стране, забота о ее будущем. Сделайте свой выбор. Голосуйте за Россию. Так что, пойдем на выборы? Конечно, будем выбирать наше будущее, будем выбирать Россию. Ждем вас на избирательных участках. До свидания и всего вам доброго. До свидания.